Вот тем, кстати, кто погиб на СВО, точнее их сожительницам, теперь предлагают заключить браки с ликвидированными оккупантами посмертно. В целом я вообще увидел эту новость с заголовком, сейчас я даже себе выписал, о том, что теперь в России дамам предлагают браки с мертвецами, вот такая формулировка была, но суть в том, что теперь с ликвидированными оккупантами можно жениться посмертно. Если вы жили вместе, то человека, значит, ликвидировали на украинских фронтах, вы можете получить за него гробовые, получить его какое-то наследство, если, значит, заключите с ним брак. Ну, там, Невзоров уже мрачно шутил по теме, говорит, давайте оставим за скобками первую брачную ночь, но все же, да, Сергей, вот такие инициативы, это для чего, да, то есть для того, чтобы больше людей не боялось, там, допустим, идти подписывать контракты, или в этом есть что-то хтоническое, не знаю, как вы считаете? Ну, мультфильм пиксаровский «Невеста из склепа» вошел в пятерку самых кассовых в истории человечества. То есть мысль о том, что можно из могилы выкопать себе хоть что-нибудь полезное, она теперь же не кажется абсурдной и не вызывает изумления. И здесь чисто юридическое оформление, если вы сожительствовали, то после смерти в том числе кто-то должен быть обнадежен перспективой получения каких-то репараций, контрибуций за эту смерть, ну, либо, в конце концов, просто наследовать его, те же самые гробовые, в конце концов, белую ладу тоже кому-то нужно сбывать. Потому что завод делает эти лады не для живых, он их, собственно, делает для мертвых, живые-то не очень на этом ездят. А вот посмертно, да, почему бы себе и не взять. Это все-таки, конечно, не столько праздник, когда откопали из могилы, притащили и устроили какой-то обряд венчания. Это чисто юридическая формальность, которая позволяет вот этой барышне, которая отпустила его, позащищать Розину в поход за стиральными машинами, унитазами и тем, что еще подвернется. Получить, так уж и быть, с него после смерти хоть шерсти клок. Ну и для стабилизации общества, когда одной рукой ты бьешь на гайкой жен мобилизованных и вот этих вот жен, которые хотят, чтобы все-таки мужей вернули, потому что целый год без мужика это трудно, а за границей не поставляют всю номенклатуру тех товаров, которые позволяют женщине справиться с одиночеством. В основном они были западные, несмотря на то, что выпускались в Китае, но правообладатели были против, поэтому верните мне живого мужика, заберите соседского, соседский мне уже надоел и соседка она сама такая глупая. И в этом контексте, если уже ты после выборов, это будет наиболее заметно, собираешься в автозаке запихать всех этих жен мобилизованных, то ты должен ему что-то предложить. Ну, например, им же самым, потому что это как раз одна и та же категория людей, замогилившиеся там и зарегистрированные после для как раз именно этой категории женщин. Остальные-то помалкивают, поэтому никто не знает об их чаяниях. Очень оригинальная задумка, раньше такого не было. Это как раз говорит о том, что с креативом у этих людей вот так вот на Ишафоте все в порядке. То есть, оказывается, когда их после ГАГского трибунала отведут на виселицу, они там еще и в крестики-нолики сыграют. Мы сегодня, Вы сегодня много параллелей проводили с Советским Союзом, и к этому я думаю, что все наши зрители знают, что существовали определенные статьи, по которым можно было осудить родственников тех, кто совершил преступление против государства, по государственную измену или по политическим статьям был осужден. И вот нечто подобное сейчас происходит и в Российской Федерации, участились уже уголовные дела не только против тех, кто открыто или публично выступает против войны или критикует Путина, но и против родственников, тех, кто этим занимается. Хотя сами родственники, в общем-то, публично никого не критикуют. Значит, из последнего. Концерты Кристины Рыбакайте, дочери Пугачевой, отменили сразу в четырех городах Сибири. Местные там зэд-активисты пришли к организаторам, потребовали, что вот как так можно, значит, у нее мать иноагентка, хотя не иноагентка, живет за границей, и у самой Рыбакайте, значит, американский паспорт отменяйте. Отменили. Там Симоньян открыто оскорбляет жену Макаревича, посвятила ей свой целый спич, назвала ее из самого такого безобидного зверушкой, в общем, накатилась на жену Макаревича. На брата комика Незлобина завели уголовное дело, у семьи Дани Милохина теперь проблемы с работой, и даже их магазин, в общем-то, хотят снести, потому что якобы он построен на какой-то там территории, где не мог строиться. В целом, об этой тенденции, да, то есть уже получается как бы мало завести уголовные дела на тех, кто критикует. Теперь надо, чтобы ты еще и открыто поддерживал, а если не поддерживаешь, так мы, получается, еще и к семье твоей придем. Ну, нормальный 37-й год. Сын за отца не отвечает, после чего и сына отца сажают. И член семьи врага народа – это статья, и лагерь для жен врагов народа и детей врагов народа, и концлагеря для детей, которые, собственно, в чем ты виноват? Ни в чем, просто твоего папу посадили по политической статье, поэтому ты отправляешься в концлагерь. А у Навального брат в качестве заложника, он же сидел сколько лет тому назад, а кадыровцы, они же обещали, что они будут в том числе наказывать членов семьи своих оппонентов. И у одного там федерального судьи и его сыновей, мы знаем, маму забрали в заложники, и сейчас опять куда-то перевели, никто не знает куда, причем она, понятно, что не придела. Но она там кинула, кажется, стаканчик или промокашку в полицейского, чем чуть его не убила, и за эти страдания она теперь должна во что бы то ни стало сидеть в тюрьме. То есть институт заложничества, институт наказаний непричастных, но так или иначе родственных, он был всегда, и мы помним, что в СССР по этому поводу люди признавали, что «я отказался и тем спасся». То есть это была не юридическая формулировка, нигде не написано, что это был уголовный кодекс 22-го года, который мы ошибочно называем уголовный 37-го. Там нету такой статьи, что ты, если написал «я отказываюсь от папы, от мамы», то это тебя спасает. Но это спасало, потому что, мы помним, то же самое, например, «Холодное лето» 53-го года, фильм, вот эта финальная жуткая сцена, один из самых сильных фильмов советского кинематографа, «Холодное лето» 53-го года. Там все, каждый эпизод имеет глубину, которая не прочитывается в момент первого просмотра. Тем, кем прочитывается, тем после этого обычно хватается в прединфактном состоянии за сердце, поскольку они все поняли. И там это как раз момент о том, как нужно было отказаться. И главный герой, которого Папанов играл, он тоже по этому поводу как раз говорил, что достаточно было отказаться, чтобы спасти семью. И сейчас требуется публичный отказ Кристины Арбакайте, Аталы Пугачевой и всех остальных, потому что не случайно весь наш сегодняшний эфир так или иначе идет по воспоминаниям и по страницам истории 37-го года, потому что Путин, как человек ортодоксальный, возвращает к тому, к чему привык. Для него это норма, это привычка. Мы все-таки не будем забывать, что даже Сталин целый год в своей жизни прожил при Путине, поэтому у них точек пересечения гораздо больше. И 37-й год, и ГУЛАГ, они воссоздаются семимильными шагами, и это уже и экономическое явление, и, конечно же, политическое. Потому что даже в экономике, если посмотреть по заводам, то же самое Волжский дважды автомобильный завод, он ведь на этот год договорился с ФСИНом, Федеральной службой исполнения наказания по Самарской области, о том, что 3000 расконвоированных зэков поступят в распоряжение администрации Волжского автозавода. С прошлого года завод «Урал» рабами уже делает автомобили для войны. Первым начал КАМАЗ в 2019 году, там тоже расконвоированные зэки делали автомобили. Поэтому, когда Минюст России написал, что в 35-м году все 100% заключенных будут обеспечены работой, это как раз и есть реформа к 35-му году полного воссоздания ГУЛАГа. И как же здесь без членов семьи врага народа? Как же здесь без жен, детей, бабушек, без заложников? В комплексе именно все и именно для всех. Поэтому некоторые дети, которые сейчас ходят в детский сад, через какое-то время из детского сада, через автозак окажутся где-нибудь на Колыме и даже не поймут за что. За то, что твоя бабушка читала стихи не в том месте, не в то время, не тем людям. Друзья, огромное количество тем для обсуждения сегодня у нас. И ваше мнение оставляйте в комментариях. Всегда любопытно читайте ваши мысли. Будем озвучивать некоторые последующие интервью. Напоследок, Сергей, еще не могу с вами не обсудить приезд в Россию американского ведущего Такера Карлсона. Записал он интервью с Путиным. Но сейчас хотел бы поговорить не о самом интервью, а о том, как встречали его в России. Потому что мы регулярно видим, как нарочито, публично, в общем-то, все западное, американское, особенно то, что родом Соединенные Штаты, от всего отрекаются депутаты, пропагандисты на федеральных телеканалах. Здесь же какое-то абсолютное коленопреклонство. Мы увидели перед этим Карлсоном, что вот знаменник ухода Байдена от власти приехал в Россию. Наконец-то американец расскажет американцам правду о Путине и так далее. То есть Песков говорил, что Путин наконец-то сможет пообщаться с настоящим журналистом с Запада, а не только с теми, у кого антироссийская позиция. Вот о том, как реагировали российские власти на приезд Карлсона. Потому что, честно говоря, выглядело все довольно как-то странно на фоне вот этой полностью антизападной повестки. А здесь как будто такой большой человек, типа Костровитянам белый человек приехал. Америка всегда была для России болезненно недосягаема. И всегда перед ней приспыкались. И Сталин как раз начинал, и советская экономика начиналась с того, что был лозунг «догнать и перегнать», трактор «Дип догоним и перегоним», потому что пытались догнать и перегнать Америку. И моролись с империализмом, уничтожили всех империалистов у себя, после чего купили американских империалистов. И они империалистическими методами при помощи того же самого ГУЛАГа построили всю промышленность. Танковые заводы, автомобильные заводы, Днепрогресс, Магнитку. Кто это сделал? Это сделали империалисты, с которыми боролись. Пролетарское государство, провозгласившее себя в первую очередь равноправным для пролетариев и невыносимым для тех же самых американцев, которые империалисты. И приспыкание перед Западом, оно было даже включено в Уголовный кодекс, приспыкание перед Западом осталось. И приспыкание перед Западом в крови у этих людей, поэтому они декларируют свою ненависть к Америке. И мы помним, что один из главных борцов борьбы с Америкой, генерал КГБ Калугин, человек, отвечавший как раз за направление борьбы с Америкой в КГБ, молоденький студентик, ездил в Америку, прикидывался студентом, был уже тогда офицером КГБ, всю жизнь дружил и боролся с Америкой, и в перестройку был как раз человеком, который тоже так или иначе похлопывал американцев по щечке и говорил, ну ладно, так уж и быть, вы, ребята, приличные. Как только дунуло ветерком свобода, моментально удрал в Америку, сдал там полностью всю резидентуру, по сей пор находится под защитой американцев, потому что боролся он с Америкой, как любой лицемер, любой КГБшник, совершенно подлый и неискренний, а сам на самом деле перед ней присмыкался. И тут вдруг первого сорта приезжает кто? Американец. Любой американец в России всегда первого сорта. Неважно какой. Американский президент тем и вызывает оскоминную ненависть, потому что понятно, что он первого сорта. Мало того, что ты американец, так ты еще и президент. То есть дважды. И здесь приезжает журналист из Америки. Любой журналист из Америки может приехать, особенно если он скандальный, взять интервью у Путина, потому что будут счастливы. Из любой другой страны, из Монголии приедет, никто даже не узнает об этом. Потому что в Монголии не идет таким серьезным довеском к твоему собственному политическому портрету, как Америка. И здесь приезжает, знаете кто? Американец. Если мы помним советский кинематограф и советскую жизнь, то, как этот фильм назывался, Наркизу Лилии, Лилии Нарциссы, «Опастый возраст». И там был момент, когда начальник, великий такой фильможий из Министерства, говорит, ну вот у нас тут есть мнение, пора вас выдвигать на заграничную командировку. Ну а то, чтобы все вот доросли. То есть заграница. Ты просто Болгарию увидел, ты уже знак качества получил. Тебя в страну выпустили, считай, герой Советского Союза. А тут американец. То есть если ты видел живого американца, считай, что тебе можно памятник на родине ставить. А тут к тебе американец, приезжай. Интервью берет. И когда ты убогий совок, когда твоя мечта, это о том, чтобы у тебя вместо разливного пива стало баночное, и когда ты дорвался до этого, и все, что ты сделал, это аквадискотеку и в Геленджике шест, на котором будет кто-то крутиться перед тобой старым и дряблым, то есть у тебя хватило только фантазии на кафе Шантан образца 1927 года, периода заката НЭПа. Вот и все, вот все, что может твоя личность, твои параметры, конечно же, в этой связи для тебя американец, это твое признание. Настоящий американец ко мне приедет и спрашивать у меня будет. Я ему буду отвечать. Это кто такой этот Карлсон? Не зря все так пошутили по поводу того, где он живет, на крыше или нет. Ну, фигура, мягко говоря, третисортная, если даже не пятисортная. Но он американец. И поэтому он подается шикарно и встречается масштабно. Если посмотреть на появление этого Карлсона, в кадре всегда есть две категории людей. Вот вся съемка, присутствие Карлсона, где бы то ни было, Карлсон пошел, Карлсон пришел, Карлсон поехал, Карлсон повернулся, Карлсон открыл рот. Там обязательно стоят классные девки, говорящие на отличном английском языке. Мимо проходили случайно. Целое стадо классных девок. И такие крепкие ребята прямо, вот прям совсем. Тоже хорошо говорящие на английском языке. Ну, в России же так всегда. Как только ты за угол не завернешь, там же тогда девок вот таких вот на каблуках по сугробам. И такие классные ребята только-только из своих машин выскочили в рубашечках. Все такие глаженные, все такие прямо вот трактористы Большого театра. Встречают по высшему разряду, берегут, ублажают. Вам, пожалуйста, вам мальчиков или вам девочек. У нас и того, и другого, если что. И потому что это американец. Потому что, как валялись в ногах у Запада, чувствуя свое убожество, так такими убогими и остались. Не вырос внутри ни стержень, ни мораль, ни качество. И присмыкание перед Западом комплексной полноценности это же как раз элемент, переходящий в психиатрическое заболевание. И он уже навсегда. Поэтому очень важно, чтобы любой был свой поздор. Он, собственно, чем был знаменит? Только тем, что он свой и немножечко чужой. Он довольно импортный. Поэтому уже уважаемый. А не потому, что он умный. Как раз говорить о том, что поздор умный, а любимец Первого канала Останкина, ну, это сильно недооценить его. И здесь приезжает Карлсон. Поэтому к его ногам вся страна. И верхом на этой вот удивительно в странную конфигурацию завязанной стране товарищ Путин, который будет давать интервью. Потому как американец.